Демография, демократия и демагогия Здесь все понятно. Левые демократические силы Иерусалима объединились с прогрессивными кругами еврейского государства, чтобы вместе противостоять реакционным силам, которые эксплуатируют страх евреев перед угрозой растущего арабского большинства. Однако любопытно то, что в том же самом выпуске, только на первой странице, была помещена другая статья. Прогрессивный профсоюз Шимона Переса публикует материал с интригующим названием «В 2010 году в Иерусалиме арабов будет больше, чем евреев». В этой статье действительно поднимается острая проблема растущей численности арабского населения Иерусалима. В частности, в ней была и такая фраза «Без сомнения эти цифры должны беспокоить правительство». Как он удивителен, этот сложный ум сложного еврея. Просто удивителен. Еще более удивительно – бесподобная лицемерие и полная неосведомленность о своем лицемерии у ряда еврейских левых и израильских либералов. Действительно, можно исполниться благоговейным трепетом, когда видишь, что в одной и той же газетке осуждается «каханизм», который предупреждает об угрозе роста арабского населения, могущем уничтожить еврейское государство изнутри. И здесь же объявляется, что такая возможность должна беспокоить правительство. Здесь что-то глубоко порочное в том, что сначала мы клянемся арабам, что они равны евреям, а потом причитаем по поводу перспективы, что эти «равные» в кавычках станут большинством. Конечно, лицемерие и демагогия, окружающие арабскую демографическую угрозу, не ограничены гистодрутом. Израильское правительство, которое днем с огнем ищет любую возможность утвердить свою верность принципу абсолютного равенства арабов в Израиле, попутно клеймя «расистам» каждого, кто говорит о противоречии между сионизмом и западной демократией, это правительство регулярно обнажает свое бесподобное лицемерие, впрочем, как кажется, без малейшего осознания собственной мерзости. 19 июня 1985 года член Кнессета от партии труда и вице-спикер Аарон Нахмиас предложил парламенту в срочном порядке рассмотреть проблему покидания Галилеи евреями и угрозы образования арабского большинства в этом важном северном регионе, граничащем с Ливаном, Голландскими высотами и Самарией. Упомянув о том, что в 1984 году Галилею покинуло 16 тысяч евреев, Нахмиас посетовал, что Галилея теряет свое еврейское население. Демократический Кнессет, который едва не принял антирасистский закон, осуждающий любую попытку различать в правах евреев и арабов, по какой-то непонятной причине внезапно обеспокоился угрозой, в кавычках, того, что арабские граждане Израиля станут большинством, и парламент согласился рассмотреть этот вопрос в Комитете по внутренним делам. Затем «расизм» продолжил свое удивительное шествие по коридорам демократического Кнессета, когда Зохар Гиндель, директор консультативного бюро по развитию городов Министерства труда, сообщил Комитету, это было 22 мая 1986 года, что в декабре 1985 года численность галилейских арабов превысила численность евреев. 355 тысяч человек против 352 тысяч, причем ситуация ухудшается. Ухудшается? Когда Кнессет заслушивает правительственного чиновника, согласно которому рост арабского населения является ухудшением ситуации, какой израильский араб не переполнится гневом на такое правительство, ведь он научен тому, что является равным гражданином во всем подобным еврею. А какой демократ не ужаснется от вывода, который демократичный антирасистский комитет Кнессета сформулировал 14 июля 1986 года. «Заселение Галилеи и рост ее еврейского населения является национальной задачей правительства». Поистине от обмана и предательства израильского правительства было бы смешно, если бы не было грустно. И даже при всем этом сказанное не идет ни в какое сравнение с той паникой, которая охватила правительственных прогрессистов и демократов, когда в апреле 1986 года вышло исследование профессора Роберта Бакхии, руководителя статистического департамента Еврейского университета. Это исследование содержало предупреждение об ужасающих последствиях демографической проблемы в Израиле, суть которой сводится к тому, что уровень рождаемости арабов ведет к постоянному росту их численности. Этот академик так и не удосужился объяснить, с чего это он, либерал, просвещенный профессор, вдруг обеспокоился фактом, что некоторые израильские граждане становятся большинством на том лишь основании, что они арабы. Однако к проблеме подключился к Нессет в мае 1986 года, вынеся эту проблему на обсуждение. Мошек Ацав, министр труда в демократическом государстве Израиль, ратующем за равные права для арабов, высказался следующим образом. С 1965 года рождаемость израильского населения среди неевреев сохраняется на более высоком уровне, чем среди евреев. Между 1952 и 1964 годами ежегодный прирост еврейского населения составлял в среднем 3,7, в то время как у неевреев он составлял 3,8. Между 1965 и 1978 годами эти цифры составляли уже 2,4% у евреев и 4% у неевреев. Начиная с 1979 года эта тенденция обострилась серьезнейшим образом. Ежегодный прирост еврейского населения составляет всего 1,8%. Конец цитаты. То, что эти факты и цифры носят угрожающий характер, бесспорно. Но только в том случае, если вы согласны с каханой в том, что евреи и неевреи не равны в еврейском государстве, которое призвано гарантировать еврейское большинство. Однако, если вы считаете, что подобный каханизм, в кавычках, является расизмом, то в чем предмет для беспокойства, когда одни равные израильские граждане, то есть арабы, численно превосходят других равных израильских граждан, то есть евреев. Это произошло незадолго до того, как вопрос обсуждался в кабинете министров. 11 мая 1986 года было издано следующее постановление. Правительство обеспокоено демографическими тенденциями в Израиле и диаспоре, и особенно замедлением роста численности населения в государстве Израиль. Очевидно, что правительство, по крайней мере, формально лукавит. Оно обеспокоено замедлением роста численности не населения как такового, а еврейского населения. И действительно, уже в следующем абзаце разыгрывается еврейская карта. Правительство постановило принять широкую и скоординированную демографическую политику, призванную гарантировать приемлемый уровень роста численности еврейского населения. Вряд ли могут быть сомнения в том, что эта резолюция не будет вписана золотыми буквами в анналы западной демократии, и что она не будет встречена радостными шествиями арабов. Конечно, проблема серьезна. Она катастрофична. В 1986 году редактор газеты «Давар» Хана Цемер в своей пасхальной статье привела ужасающий факт. Несмотря на огромное численное превосходство евреев, соотношение арабской и еврейской молодежи до 14 лет почти сравнялось. По ее словам, это не что иное, как демографическая угроза существованию Израиля. 17 ноября 1982 года армейский журнал «Бамахане» писал «У израильских арабов самый высокий в мире рост численности населения, и все больше ощущается глубинная угроза, справиться с которой практически невозможно». Конец цитаты. 30 июня 1986 года Дов Фридландер написал в газету «Аарец» толковое письмо. Оценив различные демографические сценарии, он уныло замечает, в области демографической политики не существует решения проблемы крупного и растущего арабского населения. Конец цитаты. 15 мая 1986 года в газете «Идиота Харонот» вышла статья под заголовком «Существенный рост численности неевреев в Тель-Авиве». Это говорит лишь о том очевидном факте, что ростом численности нееврейского населения затронуты все израильские города, при этом евреи уезжают. Многие годы для тех, кто хотел видеть, проблема была очевидной, но хотели немногие. Все заражены приверженностью западным демократическим ценностям. Им не достает мужества выбрать между этими ценностями и сионизмом. Некоторые просто закрывают глаза на проблему, предпочитая молчаливо молиться о том, что однажды они проснутся и проблема будет решена. Другие просто лгут о ситуации и фактах. И худшими из лжецов являются правые партии, особенно Тхия, правые светские националисты. Вот уже много лет лидеры партии Тхия, особенно Гюла Коин и Юваль Нейман, будучи не в состоянии ответить на доводы Каха, распространяют вопиющую ложь о том, что арабы покидают территории. Ложь умная. Они действительно их покидают. Проблема в том, что покидают ненадолго. И правые об этом знают. Арабы уезжали на заработки в нефтяные страны, такие как Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Однако они посылали своим семьям домой денежные переводы, да и сами всегда намеревались вернуться. И действительно, 26 июня 1984 года газета «Арец» поместила статью под следующим заголовком «Данные спецслужб. Признаки возвращения арабов в западный берег и газу». Статья начиналась такими словами. «После Ирано-Иракской войны, а также вследствие экономического давления на нефтяные страны, в последние месяцы произошло изменение соотношения между приезжающими в западный берег и уезжающими из него. Многие отказались от планов поехать на заработки в страны Персидского залива, при этом многие безработные, не найдя там работу, начали возвращаться». 17 августа 1984 года в газете «Маари» вписалось, «В последние месяцы мосты через Иордан пересекает на 30-40% больше людей, въезжающих из Иордании, в основном это жители Иудеи и Самарии, работающие в нефтяных странах Персидского залива. В израильской администрации полагают, что из 2,5 тысяч человек, которые возвращаются ежедневно, какая-то часть останется в своих городах и поселках из-за простоев в странах Персидского залива и Иордании. Многие говорят, что на этот раз они возвращаются навсегда, потому что, по их словам, нет лучшего места, чем Родина». Конец цитаты. 17 апреля 1986 года в газете «Идиот охранот» говорилось, «Арабские государства Персидского залива и Саудовская Аравия решили выслать из своих пределов полтора миллиона иностранных рабочих, в основном палестинцев и шиитских ливанцев, высланные вернуться в свои страны не позже 1987 года». Конец цитаты. Впрочем, довольно о политическом жульничестве. Довольно о мифе уезжающих в кавычках арабов. Правда в том, что на сегодняшний день в Галилее арабы составляют большинство, и евреи боятся ночью проезжать через арабские деревни. На дороге из Акка в Сафад машины евреев забрасывают камнями. 14 марта 1980 года в газете «Маариев» сообщалось об одном еврейском поселении в Галилее посреди моря арабов. Статья называлась так «53 еврея среди 40 тысяч арабов». Ирония в том, что демографическая угроза подчеркивает огромную слабость националистических светских групп. Партии, подобные правой тхие, которым недостает мужества призвать к высылке арабов, и которые при этом настаивают на аннексации территорий, вынуждены продвигать «демографическое» решение, по которому арабы получат выбор, какое гражданство принять – иорданское или израильское. Вопрос же, вопрос столь очевидный, состоит в следующем. Что, если они выберут израильское гражданство? Конечно, это то, что Израилю не достает – еще один миллион арабских граждан. Возможно, стоит обратить внимание на новость, опубликованную в израильской прессе 30 августа 1984 года. Член иорданского парламента обратился за израильским гражданством. Его друзья в Иерусалиме вчера вечером объяснили, что это вполне естественно. Что уроженец Иерусалима защищает свое право жить в том городе, в каком считает нужным. В интервью левому журналу «Катерет Рашид» 13 ноября 1985 года доктор Сари Нусейба, профессор Бирзейтского университета и сын бывшего иорданского министра с иерусалимскими корнями Анвара Нусейбы, повторил свое утверждение, прозвучавшее в арабском еженедельнике «Аль-Маукаф», что он выступает за аннексию Израилем территорий и предоставление местным арабам гражданства. Его цель очевидна – огромное арабское меньшинство, а затем большинство, которое покончит с Израилем законно, мирно и, что самое главное, демократично. Именно эту мысль озвучил и доктор Тахар Кнаан, иорданский министр иностранных дел «завоеванной земли», когда в декабре 1985 года призвал к правильному использованию арабского демографического фактора в завоеванных землях Палестины с целью разрушить сионистское образование. При этой явной, неприкрытой демографической угрозе еврейскому государству все громче звучат призывы еврейских левых и либералов отказаться от территорий. Если мы не отдадим оккупированные территории, мы превратимся сначала в двунациональное государство, а затем в еврейское меньшинство. «Только при условии отказа от иудеи Самарии и Газы мы сможем сохранить Израиль как демократическое еврейское государство». Конец цитаты. К этому призывают дикие левые. Вот к чему клонят демократичные и либеральные моралисты. Задумывались ли они когда-нибудь о том, что думают арабы, живущие на территории Израиля в границах до 1967 года, о желании либералов сохранить страну в качестве еврейского в кавычках государства? Что они думают по поводу призывов избавиться от земель, чтобы избавиться от арабов? Вызывает ли все это чувство радости и братства в душе араба, который ежедневно слышит от либерального левого лицемера, что он, араб, равен еврею, а борьба ведется против российского каханизма в кавычках? Кто, имея хоть каплю здравого смысла, согласился бы вернуть тот ужас, страх перед Холокостом 1967 года, когда в тех же границах, предлагаемых левыми, ибо любые изменения границ не заслуживают и мимолетного зевка самых умеренных из арабов? Само существование Израиля висело на волоске. Кто захотел бы, чтобы враг снова стоял в 25 километрах от моря, а его артиллерия и ракеты целились бы с самарийских холмов прямо в ночные огни Тель-Авива и прибрежных городов? Кто готов пойти по пути, который предлагают нам спятившие левые, единственная суть которого – в иррациональной дилемме? Либо покончить с собой, либо тебя убьют. А самое главное – этот сумасшедший шаг поможет Израилю выкроить не более чем несколько лет, пока не произойдет неизбежный демографический взрыв. Угроза роста численности арабского населения существует не только на территориях, но и в государстве Израиль. Взрыв арабского населения Израиля означает, что через 15-20 лет мы окажемся перед лицом все той же угрозы арабского большинства, причем все эти арабы – наши граждане, все они образованы, и все они ненавидят тот факт, что им, арабам, приходится жить в еврейском государстве. Вот простой, если не сказать обезоруживающий вопрос еврейским демократам. Если Бог даст нам мир, и война с арабами уйдет в прошлое? Если Арафат переродится в кающегося грешника, призывающего израильских арабов заниматься любовью, а не войной? Если арабы именно этим и начнут заниматься каждую ночь любовью, а не войной? Сколько арабов будет в Израиле через 10 лет? Сколько будет в Израиле равноправных арабских граждан? Сколько равноправных арабских граждан будет сидеть в Кнессете демократического государства Израиль через 10 лет? Сколько равноправных арабских граждан в Комитете по иностранным делам и безопасности будет через 10 лет заслушивать сверхсекретные отчеты от начальника штаба армии, а возможно, что еще больше понравится поборникам демократии и равноправия арабам будет сам начальник штаба, восхитительно. А сколько арабов будет через 15 лет? Сколько еще осталось до того момента, когда они станут четвертью, третью, большинством? В высшей степени неудобные вопросы для все меньшего числа удобно устроившихся евреев. Израильские арабы быстро радикализируют по мере того, как освобождаются от власти коррумпированных деревенских вождей и узнают о марксизме и демократии от своих левых израильских друзей и в израильских школах. Неудивительно, что арабы все больше требуют своей доли национального пирога. Если у них будет сначала 20% населения, затем 25%, а затем и треть, они не только получат крупный блок в Кнессете, но и объединятся с левыми для создания коалиционного правительства и будут на демонстрациях требовать для арабов постов министров, заместителей министров и генеральных директоров этих министров. Что хуже всего в демократическом государстве Израиль, в котором левые издают законы в пользу еврейских иммигрантов, запрещают арабам владеть государственной землей и объявляют государство еврейским. Рано или поздно Галилею и Треугольник, название региона на севере Израиля, охватит вспышка насилия. Они превратятся в израильскую Северную Ирландию. И тогда западные евреи, которые столь привержены объединенному еврейскому призыву, клянутся именами своих раввинов, осуждают каханы и любят Израиль и демократию, они будут каждый вечер наблюдать по телевидению, как еврейские солдаты и полиция расстреливают арабских демонстрантов, которые будут сжечь машины, кидать камни и отстреливаться от полиции. Мы этого хотим? Нет. Но именно это мы получим. А случись война? Сколько войск нам понадобится, чтобы просто оставаться в тылу и контролировать наших арабов, якобы лояльных? Какой мощной пятой колонной окажется поколение молодых, образованных, радикальных арабов, столь разительно непохожих на их запуганных, забитых и необразованных отцов? И что они будут делать, видя, как армии их арабских соплеменников выступают против евреев с целью положить конец сионистскому государству и создать на его месте «Палестину» в кавычках? Конечно же, они не сделают ничего. Конечно же, они будут спокойно сидеть и смотреть. И, наверное, присоединяться к евреям, чтобы бороться с арабскими и палестинскими врагами в кавычках. Конечно же. На эти вопросы двуногие лемминги Моисеевой веры не имеют ответов. Вот невероятная цитата из прений в Кнессете 2 декабря 1985 года. Нахман Рас из партии труда, председатель комитета по образованию, выступает по проблеме сохранения территорий Иудеи, Самарии и Газы. Он говорит, «Если все люди в территориях, живущие под нашим управлением, обладают теми же правами, что и мы, тогда мы приходим к демографической проблеме. Они могут стать большинством. Если же нет, то тогда нет демократии. Решение простое. Не управлять ни ими, ни территориями, на которых они живут». Тогда член Кнессета Геула Коин задает вопрос, «А что тогда делать с теми, кто живет внутри государства Израиль? В государстве Израиль у них будут равные права», отвечает Рас. «Даже когда они станут большинством, они не станут большинством. Когда они приблизятся к точке, в которой начнут угрожать нашему статусу большинства, мы начнем об этом думать». Это говорит председатель комитета по просвещению. Да поможет Бог израильскому просвещению. Если бы подобное произошло в сатирическом произведении или фарсе, это было бы смешно. Но эти слова были сказаны при серьезнейшем обсуждении в Кнессете, причем одним из самых ярых оппонентов «расистского» в кавычках плана Каханы по предотвращению сценария арабского большинства путем перемещения их из страны. Этот человек демонстрирует просто убийственную логику. Первое. Они никогда не станут большинством. Второе. Когда они приблизятся к опасному уровню, при котором смогут стать большинством, мы начнем об этом думать. Да, две тысячи лет скитаний оставили свой след на мышлении еврея. Он сбит с толку, запутался и явно повредился умом. Более того, точно такое же безумие, лучшего слова не подобрать, произошло через два дня после моего появления в передаче «Ночная линия» телекомпании ABC. В этот раз гостем программы был премьер-министр Шимон Перес. Ведущий Тед Коппель упомянул о том, что два дня назад в передаче участвовал я и говорил как о проблеме арабского большинства, так и о плане удаления их из страны. После этого он спросил премьер-министра, есть ли у него вариант решения этой проблемы. После нескольких неопределенных фраз прозвучал следующий ответ. На данный момент решения у нас нет. На данный момент. И когда же должен наступить момент, когда премьер-министр займется поиском решения? Тогда, когда, по словам РАЗа, арабы начнут угрожать нашему статусу большинства? А когда это произойдет? Когда их число будет составлять треть населения? 40%? Как это типично для мышления гетто? Ждать, пока тебе к горлу не приставят нож? И только тогда подумать. Возможно, самое время что-то предпринять. Как лучше всего закончить эту главу? Как лучше всего подчеркнуть опасность, исходящую от нынешнего еврейского руководства и все его безумие? Возможно, стоит указать на тот факт, что израильские арабы не просто имеют много детей, но мы еще и платим за каждого из них. Каждый месяц Институт национального страхования высылает арабу по чеку на каждого арабского ребенка, а также каждого еврейского, ведь мы демократы и не расисты. Каждый месяц араб получает субсидию на каждого из своих детей. Один ребенок – один чек, два ребенка – два чека, десять детей – целая пачка чеков. Вот уж правда, что одна из самых интересных туристических достопримечательностей – это посещение главного почтового отделения в Иерусалиме, где в день выдачи чеков выстраивается длинная очередь арабов, чтобы обналичить их. При должной степени вежливости можно спросить дружелюбного араба, сколько у него чеков. Можно смело удвоить пожертвования в объединенный еврейский призыв. Стоит ли удивляться, что лидер ООП Ясир Арафат в интервью газете «Аляхбар» из далекого Каира в мае 1986 года призвал палестинских женщин увеличить уровень рождаемости. Словно пародируя библейское повеление «плодись и размножайся» и наполняя завоеванную землю, Арафат сказал, что главная головная боль для израильских правящих кругов – это высокий уровень рождаемости арабов. Он добавил, «Это палестинская биологическая бомба в завоеванной земле». Конец цитаты. Верно. Абсолютно верно. И каков ответ? У меня ответ есть. Есть ли он у тебя, оппонент каханизма? Крайне неудобный вопрос для все менее удобно устроившегося еврея. КАНАМИЕ КАНАМИЕ